доброе утро мои дорогие друзья да с этими самыми я с этими штучками делала макияж сегодня суббота у меня не всегда попадают мои видео в тот день когда я снимаю когда я вам выставляю потому что бывает вот раз потом два видео с не засняла а потом думаю нет это сегодня не годится надо лучше то выставить в общем такой сыр бор чем я сегодня занимаюсь я решила сегодня никуда не идти но макияж надо сделать потому что ну как как иначе как иначе мало ли кто может заглянуть на огонек у меня мои двери всегда открыты и я никогда не приглашаю ко мне приходить но ко мне приходит что моя алла что моя таня другая таня говорю вчера на мне яблоки принесла говорю тань идем кофейку попьем хоть беседки последние дни посидим она ай некогда надо обед но вот так вот хотела одно сказать начинаю другое сижу девочки обложилась книгами обложилась книжками пушкин вот такое вот собрание сочинений вот эти вот у меня шесть томов вот таких вот пушкина аришка пишет галяну нужна твоя помощь максиму надо стихотворение про осень и я говорю так в интернете можно найти любое стихотворение она говорит нет в интернете это не годится надо чтобы книжка была но вы представляете сейчас в наше время если сегодня надо книжка на завтра надо выучить но нет на не на завтра суббота это значит на понедельник надо выучить это надо бежать по городу и искать в книжных магазинах книжку стихотворением про осень вы думаете это просто это совсем не просто совершенно даже вот у меня есть шесть полок книг и то я уже не знаю сколько я времени ищу я помню стихи вот помните уж лето осенью дышала короче становился день в общем я не помню но короче я это стихотворение нашла в интернете орешка говорит не годится хорошее стихотворение но надо книжка елки-палки ну что пошла я искать по книжкам думаю а где же искать ну представляете 6 томов но может не все 6 потому что ведь там есть еще у пушкина есть не только стихи у него есть и сказки есть и поэмы на вот искала искала залезла опять в интернет спросила у алисы в каком году это стихотворение было написано она мне все на расписала не нахожу не нахожу и все нету нету все есть только этого нет но потом вспомнила что у меня есть другая книжка девчонки вся потрепанная вся потрепанная вот это вот вот эта толстенькая такая но почему-то она оторванная потому что наверное по этой книжке уже и елена училась и ариша училась в общем потрепали и и здорово но представляете еще ребенку во втором классе притащить вот такую вот тяжелую тяжелую книгу смотрю что тут а у меня и нету даже у меня даже клея нету чтобы это все заклеить кроме лака для ногтей больше подклеить нечем ну может у аришки есть потому что они ведь там делают для школы что-то я думаю что клей у нее есть она по подклеит короче здесь я нашла другое стихотворение другое стихотворение опять сфотографировала ей выслала она горит здесь это стихотворение не похоже на эту самую на осень здесь больше похоже на зиму да девчонки то я вчера не накрутилась а вот так вот высушила волосы вот такая вот я как пудель как пудель правда похож вот короче нашла здесь но они как-то вот так вот написаны вот по частям короче пришлось мне читать унылая пора а чей очарование приятна мне твоя прощальная краса люблю я пышная природа и увяданье в багрец и золото одеты и леса в общем ну дальше читать не буду я читаю стихи чего я буду вам читать стихи ореша сказала вроде как бы не похоже я говорю вот эти вот все стишки говорю под заглавием осень я говорю ну а что ну берите книжки ищите ищите шесть томов и вот эту толстую я говорю ищите ну а я сама вы знаете с удовольствием просмотрела вот поискала по этим по страничкам по заглавиям почитала стихи вспомнила как я учила и же много стихов там такие я вас любил любовь еще быть может моей душе угасла не совсем но пусть она вас больше не тревожит я не хочу печалить вас ничем по-моему так вообще я очень любила стихи пушкина они настолько легко всегда учились это любимый мой поэт был но еще вроде как бы лермонтов ничего но пушкина то самое 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 я вообще очень любила читать я много раз об этом говорила я любила стихи я брала книги библиотеки выписывала стихи у меня даже где-то есть такая вот ну как как толстая тетрадь с обложкой такой я выписывала эти стихи себе и очень многие как-то даже сейчас они у меня в памяти сейчас конечно ничего не запоминается девочки сейчас все я не знаю почему так то что было 40 лет назад все это помнишь то что выучил вчера ничего моментально забывается почему так мозги уже совершенно атрофировались ну вот так что вот так вот я сегодня провожу свое утро а хотела а хотела попить кофе нашла тут включила компьютер естественно заглянула на свою страничку открыла вам открыла вам видео а потом посмотрела кто чего там хорошего и плохого написал ой девочки те те кого выпустила с бани уже одна и другая ой прямо стараются прямо страх как стараются уже вот и у меня и огород есть и травой он у меня зарос и одно и то же короче с начала лета и до конца лета одно это одна и та же писанина что вот огород зарос травой даже то что я его косила на нем но вот не посадила я морковку не в нету у меня яблок нету у меня того нету у меня сего ничто килограммы морковки надо то него мне посадила вот такую говорит грядочку это мне это много а почему бы я не могу принять от подруги такой дар пять морковин я в принципе пошла в магазин и купила тоже ее зачем мне надо вот эти лишние телодвижения копать пахать потом полоть нафига мне это надо у меня что семеро обсело что мне этого надо неизвестно сколько у оришки а для оришки работать нет девочки для дочки сажать нет они ко мне не будут приходить орешки некогда у нее двое детей и муж а у секрови дача и вот она все время требует чтобы костя приходила к ней помогал он туда ходит ну вот свекрова их подкармливает овощами зачем я буду упираться свекровь молодая еще женщина вот она еще даже вот только-только по-моему она пойдет на пенсию разница в возрасте есть правда вы знаете пять лет уже разница уже чувствуется а если больше неважно как бы я не выглядела если я выгляжу помоложе немножко это еще не значит что я могу как лошадь пахать в огороде у нас очень тяжелая очень такая земля нехорошая мне надо много навоза в нее надо вкладывать для того чтобы мне еще что-то росло в нем ни хрена не растет яблони у меня одна есть в прошлом году на ней было море яблок она даже отломалась половина а в этом году на ней три яблока ну что она хочет тоже отдыхать она хочет в отпуск поэтому меня в этом году нет вообще яблок у тани не было в прошлом году но она яблоки не ест все что она закатала она все приволокла мне говорит ты яблоки ешь наешь мои компоты ну вот зачем человек упирался занимался этим закатывал эти яблоки для того чтобы принести мне правда вот и я бы вот но я бы это съела а ей это не надо но жалко когда пропадает спасибо ей огромное конечно я с удовольствием съела ее закатанные яблоки а у аллы у аллы они пропадают просто они просто у нее пропадают она их собирает под яблоней и сдает где в мусорку сдает где это самое соседям отдает вот сидят вот там вот делать нехера простите неприятное слово но уже больше нечего нечего говорить сидят и не знают что это самое не успели глаза продрать уже начинают писанину всякую хрень всякую писать вы знаете обо мне что-нибудь вы знаете о моем здоровье могу я это копать есть ли у меня силы на это нужно ли мне это нет вы там самые умные филимонова и петрова прямо ну самые самые умные они знают что мне нужно почему я это не делаю они мне это самое писанину это устраивают да пошли вы знаете куда в баню наверное обратно плохо вы прошлый раз отмылись думала может мозги на место ваши станут нет же нет же вы опять начинаете ерунду городить интересно вот только вот интересно поскольку вам лет в каком возрасте вот вот так вот рассуждать легко не зная о человеке а его здоровье а его отношение ко всему писать вот такую вот ерунду ладно девочки что-то я не туда хотела вам рассказать только вот про стихи про то что я сейчас чем я сейчас занимаюсь и вот знаете вот посмотрела я эти самые открыла я эту книжку и мне так интересно стало мне так захотелось почитать стихи не смотреть не смотреть этот детектив которые я нашла а вот именно прочесть эти стихи то я заложила специально потому что орешка сказала что они придут за книжкой книжка надо обязательно надо книжка чтобы было в школу принесли они просто так с интернета правильно сейчас деткам легче немножко вот если не надо книжка в интернет залез стихотворение нашел еще что-то вот а мы так кстати и сочинение писали и с ленкой с аришкой когда надо было сочинение всегда помогала и всегда где-то что-то находила там немножко там немножко да и книжки всегда у меня были потому что я их покупала раньше книжки были дешевые копеечные совсем были книжки это сейчас книжку купить я даже не знаю сколько такая книжка стоила толстенько ну конечно нирваная целая вы знаете она мне так дорога так дорога а эти книжки томаете это я уже после школы уже когда работала в этом союз печати там это ж на раньше знаете хорошие книги не достать было и макулатуру сдавали и чтобы получить талончик на книжке а уже в союз печати когда я работала я на обработке подписки работала и вот можно было выписать 6 томов пушкина 4 тома лермонтова кто у меня еще есть шишков по моему мне там 10 томов он у меня есть или у меня нет или его кого-то кому-то продала не помню надо посмотреть надо посмотреть обменные пункты у нас были можно было книгу на книгу поменять или за одну за одну надо было две каких-то дать ходила меняла даже мы со славкой вот друг друг семьи вот он тоже увлекался очень книгами мы с ним тоже так доставали где-то что-то но конечно читали не для того чтобы девочки я покупала книги не для того чтобы их просто принести вот они у меня есть вот у меня шесть полок книг вот всем хвалиться что у меня книг много нет я их покупала я их читала это вот по фильму анжелика у меня все по моему все тома может последних там как-то нету вот я зачитывалась я очень любила читать сейчас молодежь не читает молодежь сейчас вообще не читает вот только так вот надо ой галя надо книжка надо стихотворение надо там еще что-то галя пошла искать вот я полутра искала искала по этим книгам вот это какое-нибудь стихотворение знаю вот из этого года и это надо но не нашла но не нашла это стихотворение говорю приходите сами ищите как-то мне шесть томов не не хочется перелистывать все это искать вот нашла такое и учить такое ведь про осень и про осень но так ладно немножко поговорила с вами вот такое вот у меня утро вот такое девочки у меня утро на улице солнышко на улице ветерок это я смотрю на дерево которое у меня у соседа которая сыпет сейчас листья у меня уже засыпано вся эта самая вся земля возле моего забора вот и вот они там под насыпана так что скоро пойдем листики убирать а может не убирать их в этом году пускай они лежат до весны весной вместе с травкой соберется скосится пишите 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 лодырь лодырь сама знаю но зачем зачем мне делать лишние тела движения от которых у меня будут болеть руки у меня будет болеть спина будут болеть ноги зачем меня себе не себя убивать я знаю что мне надо что мне можно где бегать что делать как жить я знаю сама поэтому ваши там высказывание мне совершенно найти так по барабану все девочки мои хорошие те которые хорошие которые не не гадят мне в душу спасибо за ваши комментарии спасибо за ваши лайки на сегодня все девочки все все все